Пиющий случай произошел в одной из школ Караганды. Там, посреди белого дня, взрослый мужчина жестоко избил третиклассника. Своё поведение 34-летний мужчина объяснил тем, что ребёнок обидел его сына. Где был охранник школы в тот момент? Как сейчас себя чувствует пострадавший ученик? И что теперь за это будет отцу-агрессору, расскажет Людмила Батюшкина. Аааа! Я не могу шею. Восьмилетний Алшинбай показывает синяки, ссадины, шишки на голове, следы от пальцев на шее. Бой явно был неравным. Мальчика избил 34-летний мужчина. По словам ребёнка, школьники на остановке ждали автобус. Его нечаянно толкнули, и он упал на второклассника. Тот пожаловался папе. И на следующий день разгневанный родитель нашёл Алшинбая во дворе школы. Начинал за волосы дёргать, за голову поднял, за сеться одним стуком дал. Кулаком бросил и пинать начал на спину. С момента инцидента прошло 4 дня. Педагоги провели собственное расследование, но камеры наружного наблюдения происшествия не зафиксировали. И очевидцев не нашлось. Охранник находился в здании. А отношения с ребёнком мужчина выяснял прямо на школьном футбольном поле в 2 часа дня. Накануне агрессивного отца допросила полиция. Была проведена очная ставка. Ему 34 года мужчина, а ребёнку 8 лет. Вот представляете, когда мы в следствии были, он прямо до такой семьи напугался, у него же коленки тряслись. Мне вот это всё возмутило. То, что он даже не... Когда в следствие он заходит, он даже... У него нет даже сожаления, что он моего ребёнка избил. Он даже не думает, что у него ни раскаянно нету. Он даже сходу начал говорить, пусть моего ребёнка не трогает. Учителя, в свою очередь, рассказали, что раньше агрессии за родителем второклассника не замечали. Конфликтов в детской среде не избежать, но в школе есть отработанные механизмы их решения. На администрации не обращался. Инспектор у нас имеется в школе. Социальный педагог. Все службы работают. Вот такие сразу уладили бы. Психологи, в свою очередь, считают, что желание защитить своего ребёнка нормально. Вот только взрослые никогда ни при каких обстоятельствах не должны выходить за рамки устных замечаний. Когда обидят своего ребёнка, хочется немедленно разобраться. Но включается взрослый человек внутри и понимает, что всё-таки мериться силами с маленьким 8, 9 или 7-летним ребёнком, ну просто неразумно, и мы не имеем права на это. Поднимать свою самооценку или свою силу за счёт маленького ребёнка, ну это просто верх глупости, верх непорядочности. Галина Булавенко считает, что без помощи специалистов Алшинбай у его мамы с последствиями произошедшего не справится. Синяки у ребёнка сойдут, а вот страхи могут остаться. Тем временем мама мальчика рассказывает, что уже сейчас Алшинбай боится выходить на улицу и беспокойно спит. А потому женщина требует наказать обидчика ребёнка по всей строгости закона. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело, а сам он находится под подпиской о невыезде. К школе и педагога мама Алшинбая претензий не имеет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Карганды.